Историю Саратова в миниатюре могли проследить те, кто пришел в филармонию на празднование 80-летия старейшего района города, Волжского. Зрителям напомнили о том, что составляет славу этой части Саратова. Научные центры и больницы, набережные, вузы и колледжи, визит ветра первого на Соколовую гору, открытие музея имени Радищева и строительство моста через Волгу. Поздравительную речь произнес глава администрации Волжского района Сергей Бровкин. Вся его биография связана с этим районом Саратова. Здесь будущий глава родился, закончил школу и начал свою трудовую деятельность. Бровкин отметил, что этот район города можно назвать не только самым престижным, но и самым культурным. Волжский район действительно является настоящим культурным, духовным центром. Здесь святощение всех музеев, практически всех музеев города. Здесь находится вот эта замечательная филармония, которая до гостеприима распахнула нам свои двери. Многие выступающие отмечали, что главное богатство Волжского района – его жители. В этот день благодарственные письма за успешный и многолетний труд от администрации вручали воспитателям детских садов, руководителям коммунальной сферы и крупных предприятий. В день 80-летия Волжского района не могли не вспомнить еще об одной громкой дате – грядущем 70-летии победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия 9 мая пройдут на Соколовой горе, а это тоже Волжский район. Зрители, стоя аплодисментами, приветствовали ветеранов Великой Отечественной, которые тоже пришли в филармонию. Великой Отечественной войны